В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В Черкесии слабые осадки, дождь и мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2, минус 4, а днем 6-8 градусов тепла. С 17 декабря Ярослав Забашный в Кисловодском цирке. Спешите! Получили самые умные школьники Карачаева Черкесии. Торжественная церемония награждения победителей всероссийских конкурсов и олимпиад состоялась в Центре дополнительного образования Черкеска. Отличившиеся получили грамоты и ценные подарки. А еще их ждала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подробности у Али Баташева. Каждая награда найдет своего героя. Победа возможна не только на полях сражений и спортивных состязаниях, но и в знаниях. Поэтому местом проведения церемонии был выбран Центр талантливых и одаренных детей Черкеска. Свою заслуженную награду за победу в республиканском этапе конкурса «Большая перемена» получила Леана Лепшокова. Ей первые вручили диплом Министерства образования, новый смартфон. Но это еще не все. В качестве приза у нас большая премия президентская в размере 1 миллиона рублей, а также 5 дополнительных баллов к ЕГЭ. Я выиграла счет того, что составляла в команде проекты. Проекты государственной важности, различные сферы. Это образование, экология, спорт. Подарками довольна, нет? Ну, конечно, довольна. Это очень хорошие подарки. И я благодарю платформу «Россия – страна возможностей» за то, что у нас действительно есть возможности. Ливона Воян написал сочинение про юнармию. Жюри конкурса «Россия – страна возможностей» по достоинству оценили его труд. Я написал свое сочинение про патриотизм, потому что каждый должен чтить свою страну и ее защищать любой ценой. Я думаю, это должно начинаться с самого детства, с первого класса, чтобы чтить свою страну, защищать ее и не давать в обиду. Все награды победителям и призерам республиканского этапа всероссийских конкурсов «Большая перемена. Россия – страна возможностей» Вместе ярче. И других лично вручила министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Я хочу пожелать впереди у нас с вами зимние карибулы, чтобы они у вас прошли весело, эффективно, продуктивно, чтобы вы хорошо отдохнули, оздоровились и полные силы энергии приступили к третьей, самой длинной четверти. Всем нам и нашим родным я хочу пожелать мирного неба на голову, здоровья и новых успехов по достижению 23-м году. Спасибо вам, ребята, за ваши успехи и достижения. Кроме грамот и ценных призов, всех участников торжества ждал сюрприз – встреча с Кащаем Бессмертным, Баба-Ягой и ее внучкой-еженькой, мечтавшей завести новых друзей. Силы зла отступили перед добрым волшебством Деда Мороза и Снегурочки, подарив детям надежду на исполнение желаний в новогоднюю ночь. Али Баташев, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программы черкесской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok